В августе мы добавили в нашу программу учет товаров несколько новых и полезных, мы надеемся, функций. Первая из них это скидки. Вы можете установить индивидуальные скидки вашим покупателям. Идем в раздел покупателей, выбираем покупателя, указываем его скидку в процентах. Теперь пойдем в раздел документы, создаем расходный документ для этого покупателя. После того, как мы выбрали покупателя, скидка прописывается в документ автоматом. Добавим теперь товары. Возьмем, к примеру, киткат, у которого отпускная цена составляет 12, выбираем его в документ, указываем количество. Видите, расходная цена стала 6, то есть скидка составила 50%. Добавим, для примера, еще какой-нибудь товар, например, M&M's, у которого цена составляет 15. Соответственно, в документ он встает по цене 7,50. Вы также можете поменять скидку в документе вручную, и цены будут тоже пересчитаны. Если мы считаем, что скидка 50%, это слишком много, ставим скидку 20%. Нажимаем «Готово». Цены пересчитаны. Они стали, соответственно, 9,60 и 12. Другой новой функцией является раздел «Затраты». Вот вы видите его справа, мы добавили его даже на главный экран. Здесь вы можете вводить все свои затраты. Например, затраты на аренду помещения. Затраты на зарплату. При этом каждая запись о затратах может быть привязана к конкретному складу или относиться ко всем складам. Если у вас есть затраты по одному магазину, то вы можете указать, что данная запись о затратах относится к конкретному магазину. Или если есть какие-то общие затраты на бензин, то вы можете указать, что они относятся ко всем магазинам сразу. Соответственно, как видите, сейчас у нас выбран основной склад и запись о бензине, которая относится ко всем складам, на экране не видна. Пока что мы добавили только один раздел отчетов «Список затрат». Но в будущем надо будет подумать, какие еще отчеты нужно добавить в статью затрат. И мы ждем ваших предложений по этому поводу. Следующим улучшением является то, что теперь вы можете увидеть наличие товара на каждом из складов прямо в карточке товара. Например, если мы возьмем MNDEMS, то нажав под полем «Количество» на вот эту маленькую точку с уголком, у нас распахнется наличие по всем складам и общее наличие суммы товара по всем складам. Вы можете как спрятать, так и показывать всегда эту информацию. Часть наших пользователей просила о возможности разрешить отрицательные остатки, то есть позволять продать или списать больше, чем есть на складе. По умолчанию программа этого не разрешает, но сейчас мы добавили новую настройку. Она находится в разделе «Свойства товара». Раздел «Количество». Она так и называется «Разрешить отрицательный остаток». Если ее включить, то в этом случае вы сможете списать больше, чем есть на складе. Вот у нас есть на складе 4 штуки Киткета. Я могу спокойно продать, отгрузить 100 штук и получу в этом случае отрицательный остаток – минус 96. Полезные улучшения есть в разделе «Отчеты». Во-первых, мы добавили в большинство отчетов предустановленные периоды, текущий месяц, последние 30 дней, последние 90 дней, текущий год. Ну и как и раньше, вы можете выбрать произвольный период и задать любой период дат. При этом программа запоминает последний сделанный вами выбор, и в следующий раз вы сможете, не выбирая, запустить отчет с тем же параметром. Второе усовершенствование в разделе «Отчетов» касается вот этих звездочек, которые вы видите справа. Если вы нажмете эту звездочку, вы отметите отчет как избранный, и он встанет вверх списка. Таким образом, вы можете сгруппировать наиболее часто используемые вами отчеты вверху списка для легкого доступа к ним. Ну и в завершение пара мелочей. Это калькулятор для поля «Количество», возможно, кому-то он будет полезен, например, чтобы пересчитать упаковки или что-то такое. И второе – это возможность отправлять сообщения покупателям или поставщикам через WhatsApp рядом с кнопками «СМС» и «Звонка». Есть кнопочка, с помощью которой вы можете вызвать WhatsApp. Ну и, конечно, были исправлены некоторое количество ошибок. Удачи, всего хорошего, загружайте обновления, пользуйтесь, пишите ваши пожелания. Пока! Пока!